Кто знает, какое сегодня число? 3 июля. Завтра 4 июля, 4th of July. К сожалению, файлорки нельзя ни в Фортленде, ни в Ванковере. У нас уже прошло полгода, 2021 год. Мы начали уже вторую половину этого года. И как раньше пророки говорили, люди раньше говорили, в последнее время нам нужно приготовиться, Господь скоро грядет. И сегодня это актуально как никогда, что Господь грядет. Я люблю путешествовать. И сегодня будет тема об этом. Про путешествия. Путешествия только не на Гавайи или куда-нибудь. Многие люди считают, что наша жизнь прожила, и все, закопали тебя. Ешь, пей, веселись. И на этом все. Мне пришлось быть недавно на похоронах, на прошлой неделе. И все такие печальные. Все мы или там закончим, или Иисус придет. Одно из двух будет. И многие, как я уже сказал, наверное, тоже любят путешествовать. Или кто летал на самолете? Можете поднять руки? Anybody travel flew on a plane? Окей. Значит, когда мы собираемся лететь куда-то, мы все берем без лимита, или там лимит есть? Лимит есть, да? Сколько там? 55 паундов или 50, и все. Anything over. Чуть-чуть выше, и все, уже не берут тебя. Я хотел бы рассмотреть, что важно взять с собой. Какие вещи важно взять с собой на небеса? Мы знаем, что мы не можем взять с собой вещи, вот такие вещи на небеса. И я хотел об этом поговорить. Предположим, мы хотим, взять с собой автомат. И мы летим куда-то. Нас так прямо ждут в аэропорту, да? Наши вещи просвечиваются. Эксеры есть, и еще другие есть. Две разные машинки просвечиваются. И от того, что мы берем с собой на самолет, с собой зависит, возьмут нас на самолет или не возьмут. Sorry, I'll put this thing down. И так как наши вещи просвечиваются, они смотрят, что вы с собой берете. И очень важно иметь с собой важные вещи, чтобы нас взяли. Тема проповеди – приготовь нужные вещи для переселения. Каждый день мы своими делами, поступками что-то собираем. Сюда собираем, может быть, сюда собираем, сюда собираем. И однажды мы будем проходить проверку наших документов и нашего багажа. Вас так просто не пустят на самолет, у вас должен быть билет. Из этого билета вас не пустят. И если вы неправильные вещи с собой взяли в сумке, вас тоже не пустят. Есть два места, где люди проводить будут вечность. И я думаю, мы знаем, что эти за два места. Две места там и там, где люди будут проводить вечность. И каждый день мы что-то собираем. Может быть, это мы осознаем или нет. Мы собираем в большие сумки, может быть, поменьше разные. И что важно взять с собой? Большой дом мы не возьмем, много денег мы тоже не возьмем. Друзей мы тоже с собой не возьмем. Но если только мы их покаяли или приняли Иисуса в сердце, как и мы. Александр Македонский, который завоевал весь мир, он, когда умирал, сказал, оставьте мои руки, чтобы они вот так были, что я ничего с собой не могу взять, хотя весь мир принадлежит мне. И мы не можем жить так, как будто не будет вечности. Я хотел прочитать первое место Священного Писания. Это Езекииль 12, с первого стиха. И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, а не видят. У них есть уши, чтобы слышать, а не слышат, потому что они дом мятежный. Ты же, сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения и среди дня переселяйся перед глазами их. И переселяйся с места твоего в другое место перед глазами их. И, может быть, они уразумеют, что они дом мятежный. И вещи выноси, как вещи нужные при переселении. Днем перед глазами их. И сам выйди перед глазами их, как выходят для переселения. Бог хотел, чтобы люди немножко остановились, призадумались, что скоро переселение. Они думали, что они будут там всегда жить вечно, но это не так. Мы знаем, что было переселение, два разных переселения было. Северное государство, Южное государство, Иудея. И Бог им тогда уже говорил, вот, будет скоро переселение, готовьтесь. И он через пророка показывал им. И на сегодняшний момент, когда у нас все хорошо практически, знаете, мы живем в одной самой лучшей стране мира, мы кругом суета, может быть, иногда свойственно нам забыть, что нас ждет вечность, и что мы должны правильные вещи собирать сегодня. Когда нам, кому-то ставят страшный диагноз, допустим, пришел к доктору, он говорит, у тебя такая-то страшная болезнь, и дают ему жить, у тебя остался жить месяц. Сразу все начинает меняться в жизни, да? Все становится на свои места, ценности в жизни, приоритеты, все начинает меняться. Ты задумаешься, у меня остался один жить месяц. Ну, мы видим, что Бог исцеляет, но если, как доктор сказал, остался один месяц, мы сразу думаем, я бы вот это делал, я бы вот это делал, вот это бы не делал, вот это бы делал, наверное, и мы сразу, у нас остался один месяц, и мы думаем, что важно здесь за этот месяц? У кого попросить прощения? Куда сходить? Где помолиться? Где что-то сказать? Что не делать? Сразу все меняется. И второе место в Священном Писании, которое я хотел прочитать, это Матфея, 25 глава. Мы знаем эту историю, это история о десяти девах. С первого стиха. «Тогда будет подобно Царство Небесным десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные взяли светильники, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. И тогда встали все те девы и поправили светильники свои. Неразумные же и сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда они пошли покупать, пришел жених, готовые вошли с ним на брачный пир, двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрости, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет сын человеческий. Наши поступки, наша жизнь влияют на то, где мы будем проводить вечности. В откровении написано, знаю дела твои, это посидение на нашей жизни, не только здесь, но и за пределами церкви, потому что мы здесь только обычно два часа в неделю. Итак, первая вещь, которая необходима, потому что все рожденные люди свыше имеют светильники, но светильник должен иметь, зажженный быть. Масло – это личное взаимоотношение с Иисусом. Вот это самое важное иметь, чтобы попасть на небеса – личное взаимоотношение с Иисусом. Это не просто приходить каждую субботу сюда просиживать, можно что-то делать, можно петь на сцене, можно что-то там делать, помогать. Ну, можно проповедовать за кафедрой. Но если у нас нет личных отношений с Иисусом, нет этой молитвенной комнаты, мы думаем, что мы придем сюда, у нас группа прославления немножко поддержит, прокачает, мы порадуемся, споем «Аллилуйя». И если мы так думаем, то это неправильно, потому что светильник должен быть зажженный и должно быть масло. И это масло – это личное взаимоотношение с Иисусом. Это самое главное. Если этого нет, то все остальное можно даже не говорить об этом. Итак, я лично общаюсь с Господом. У каждого разный есть график. Сколько времени мы уделяем для общения с Иисусом? Может быть, утром мы помолились, побежали и бегаем. Может быть, мы бегаем не с тем чемоданом. Разные чемоданы есть. Итак, личное отношение с Богом – это самое начало всех остальных. Я всех не перечислю, но я три сегодня скажу основных, что нам нужно, чтобы попасть туда, куда мы стремимся. Значит, у нас первое – это личное отношение с Иисусом. Я читаю Библию. Аллилуйя, все хорошо, да? Давайте посмотрим также в другую сторону. Что нам еще нужно? Я думаю, вы помните эту историю. Это когда Он отделял овец и козлов. 31 стих. «И когда же придет Сын человеческий во славе Своей, и все ангелы с Ним тогда сядет на престоле славы, и соберутся с Ним все народы, и отделит одних от других, а пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую сторону, а козлов по левую». 34 стих. «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону, придите, благословенный Отца Моего, наследуйте Царство, уготовлено вам от создания мира. Ибо что? Я алкал, вы дали мне есть, жаждал, вы напоили меня, был странником, приняли меня, был нах, одели меня, был болен, посетили меня, в темнице был и пришли ко мне. Тогда скажут ко мне в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя, алчущим накормили, жаждущим напоили, когда видели странником, приняли, нагями одели, когда мы видели Тебя больным в темнице и пришли к Тебе». И что он им сказал? И царь скажет в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из их братьев, меньших, то вы сделали мне. Тогда скажет тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелам его, ибо я алкал, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, не приняли меня, был нах и не одели меня, был болен в темнице, не посетили меня». И они тоже спрашивают, «Господи, когда вы видели Тебя, алчущим, жаждущим, странником, нагиим, больным в темнице и не послужили Тебе?» И тогда он скажет в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из меньших сих, то не сделали мне. И пойдут все в муку вечную праздники в жизнь вечную». Что мы из этого можем взять? Какой урок для себя? Добрые дела. Вы со мной согласны? Исходя из этого. Добрые дела. Вера без дел мертва. Если мы только имеем личное отношение с Иисусом, исходя из этой истории, мы видим, что также важно, чтобы попасть по правую сторону, добрые дела, то, что мы делаем. У Господа пишется памятная книга, и он пишет, с какой мотивацией, что мы делаем. И по какому признаку он отделял? На правую, по левую сторону. Кто пошел на правую? Из того, что мы сейчас прочитали. То, кто помог меньшему, одел, накормил, посетил, а те, которые по левую, этого не делали. Итак, написано в Тимофею 1,6, написано, «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство верное, но на Бога живого, дающего все обильное для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, щедры были и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Опять же, чтобы благодетельствовали добрыми делами. Второе. Добрыми делами. Итак, у нас есть добрые дела, милосердие, общительность, эти важные вещи, которые нужно при переселении небеса. Первый чемодан. Кто помнит? Отношения личные с Иисусом. Второе. Добрые дела. Молодцы. А третий. Третий. Представьте себе, 30 лет назад я имел личное отношение с Иисусом, я молился, постился, я делал добрые дела, помогал людям, бабушкам, дедушкам, больным, посещал, все хорошо. сегодня меня это уже не касается, сегодня люди, может быть, уже остыли, и вот, Господь, я уже готов. Вы знаете, что не начало спасает, но конец. верность. третий, чтобы я обозначил, третий пункт, это верность или loyalty. Верность. Многие очень хорошо начинают, но не очень хорошо заканчивают. Время проходит, и они потухают. Я хочу сказать, что важно пройти до самого конца. Верность или сохраненная вера через всю жизнь, вот что важно. В Колоссянам 1, 21 написано, И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти смертью, чтобы представить святыми непорочными неповинными пред собою. 23 стих. Если только пребываете твердые и непоколебимые в вере. Не начало венчается конец. Я люблю это высказывание. Оно показывает цель нашей жизни. Библия говорит, евреям 13, 7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину жизни их, подражайте веру их. На конец жизни. Очень важно. Наша жизнь очень важна, а тем более очень важно, как мы закончим. За свои много лет жизни я видел людей, которые хорошо шли за Богом, они горящие были, искренне служили, но потом они сходили с дистанции. Я хотел бы сейчас поговорить об одном человеке из Библии. Его звали Димас. И его три раза апостол Павел упоминает. Второй Тимофею 4, 10. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику. Христиан в Галатию, Тит, Далматию, один Лука со мною. В первом в этом списке стоит кто? Да. Его имя упоминается три раза в Библии. И мы, я думаю, можем прочесть из этого трагическую историю. В Филимону 1, 23. В Филимону послание, там одна только глава. Там написаны такие слова в 23 стихе. «Приветствую тебя, Епафрас, узник, вместе со мной ради Христа Иисуса». 24 стих. «Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои». Первое упоминание этого человека, он перечислен в группе, который называет Павел как? «Сотрудники мои». Теперь мы читаем Колоссянам 4,14. Там написано «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный и Димас». Здесь уже он просто Димас. Здесь он уже не как сотрудника, просто. Третье, где упоминается его, это то, что мы уже с вами прочитали. Второе Тимофею 4,10 обратно. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Сначала он был кто? Сотрудник, потом просто Димас, а наконец в конце что он был? Возлюбивший мирское. Апостол Павел в 1 Коринфянам написал такие слова. «Не знаете, 1 Коринфянам 9,24. Не знаете, что все, что бегущие на аресталище бегут все. Сейчас Олимпиада идет, да, кто знает? Но так бегите, чтобы получить». Обычно только троим дают награду. Первому очень важно прибежать первым. «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения вица тленного, а мы нетленного. И поэтому, 26 стих, «Я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы бить воздух, но усмиряю, порабощаю тело, чтобы проповедовать другим самому, не остаться недостойным». Как много людей, которые начинают хорошо, они идут красиво, но до финиша не доходят. Я видел одно видео, где человек бежал-бежал и прямо упал перед финишем, не добежал, я не знаю, это может быть, несколько шагов. Иногда такая ситуация происходит. И может быть, он много готовился, может быть, он много старался, но он не добежал до финиша. Мы, может быть, иногда смотрим на других людей, а почему он эти чемоданы не тащит? Давайте мы будем нести эти чемоданы, потому что с этими только вещами нас возьмут. Каждый из нас даст ответ лично за себя. Давайте мы встанем, я уже закончил. Я хочу сказать, я хочу иметь личное отношение с Господом, хочу делать добрые дела и хочу быть верным ему до конца своей жизни, когда он придет. Написано, будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Господь говорит, приготовь вещи для переселения, развивай со мной отношения, уделяй мне времени, время общения, время молитвы, время поста, как сегодня уже говорили. Делай добрые дела, не забывай о других, люби ближнего, как самого себя и делай это до конца своей жизни. Будь верен до конца. Сегодня я хочу сказать, пусть Господь нам поможет в этом. Мы все однажды переселимся и как важно иметь правильные вещи с собой. Пусть Господь нам поможет иметь, первое, кто помнит, что это было? Лить мне решение с Иисусом. Второе, добрые дела. И третье, остаться верным ему до конца своих дней. Вы что-то сегодня получили? Вы получили что-то? Аллилуйя. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за это слово. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот день субботний. Благодарим Тебя, Господь, чтобы мы могли, Господь, слышать это слово, Господь, изучать Твое слово, Господь. Помоги, чтобы эти семена, которые сели сегодня в нашем, Господь, в сердце, Господь, принесли доблый плод, Господь, во сто крат, Господь. Чтобы мы, услышав эти слова сегодня, чтобы мы, Господь, имели личное общение с Тобой, Господь Иисус, чтобы мы делали добрые дела, и, Господь, помогали другим, и также, Господь, были верными Тебе до конца своей жизни, Господь, чтобы мы встретили, как нашего Царя, как нашего Спасителя, когда Ты придешь за Своей невестой, Господь. Благослови каждого на этом месте, Господь. Ты знаешь наши нужды, наши желания, сердце, Господь, каждого на этом месте, Господь. Благословляю, Господь. Выйди навстречу, Господь. Благослови, Господь, наши нужды, желания, Господь. Ты знаешь наши сердечные намерения, Господь, благослови каждого из нас Господь, распусти нас с миром Господь, чтобы на этой следующей неделе Господь, мы горели для Тебя, мы жили для Тебя Господь мы имели общение с Тобой Господь, чтобы у нас была эта молитвенная комната Господь, чтобы мы помогали другим Господь, чтобы мы Господь благословляли других Господь, насколько это возможно Господь в нашей жизни и Господь, чтобы мы это делали до конца нашей жизни, чтобы мы оказались верными до конца Господь, а не просто сейчас Господь, а потом, чтобы мы не остыли Господь, чтобы мы были всегда горячие гореть для Тебя, Господь, несмотря на ситуацию в нашей жизни, несмотря на все обстоятельства, Господь, Ты всегда верен, Ты всегда, Господь, остаешься на троне, Господь, и Ты, Царь, Господь, несмотря на все, что происходит в нашей жизни, Господь, благослови, Господь, дай нам это желание, дай нам огонь, Господь, чтобы он горел для Твоей славы, Господь, используй нас, Господь, для Твоей славы, благослови каждого во имя Иисуса Христа, и все сказали, Амин. Присаживайте.